Сегодня во всем мире празднуется день любимого лакомства и детей и взрослых, день торта. В городе над Бугом уже практически век существует предприятие, специализирующееся на создании вкусной еды для жителей Беларуси – Берестейский пекарь. Кондитерский цех здесь был открыт в 1975 году, и торт стал одним из главных его символов. Каждый из советских людей помнит легендарное название этих кондитерских изделий – «Берестей», «Сказка», «Киевский». И даже спустя 47 лет предприятие «Берестейский пекарь» сохраняет традиции и не вносит изменения в рецептуру. Поддержание вообще определенного качества – это достаточно такой трудоемкий процесс, в связи с тем, что в советское время все-таки сырьевая база не была настолько широкой, и условно производителей даже того же масла, каждая область варилась в определенном котле. Сейчас, так как мы стараемся использовать натуральные продукты, это обусловлено тем, что нам предоставит производитель, и вкусовые качества, конечно, могут меняться. Но у нас достаточно тесные связи, мы стараемся работать с одними и теми же поставщиками, проводят очень серьезный входной контроль, проходят в соответствии, всем документам качества предоставляются. Плюс мы оснащены лабораторией, в которой есть возможность проверить безопасность данного продукта. И мы постоянно на процессе работаем, видим, проводим органолептическую оценку, стараемся это отслеживать. В цеху, где занимается выпечкой тортов, работают только профессионалы. И у некоторых стаж работы на предприятии целых 35 лет. Галина Госок – одна из таких. Съемочная группа телеканала «Буктабе» попросила уважаемого кондитера продемонстрировать нам, как проходит создание сладкого шедевра торта «Берести». Мы видим заготовку «Берести». Заготовка «Берести» состоит из воздушно-орекового полуфабриката и начинки. Сейчас мы ее обмазываем белковым кремом. Сейчас будем навешивать. Навешиваем. Примечательно то, что на каждый торт кондитер наносит все узоры вручную. То есть в какой-то степени каждое кондитерское изделие индивидуально. Эта традиция сохраняется вот уже на протяжении 50 лет. Наверное, большой опыт надо, чтобы таким узором. Да, наверное, да. Годы тренировок нам все нужны. Годы тренировок. Наверное, уже на автоматике все это делается. Да. Не глядя можно. Можно не глядя. Когда наблюдаешь за работой, мастера складывается ощущение, что это легко. Но это только взгляд со стороны. Взгляд не профессионала. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Пара ловких движений и украшение торта готово. Теперь его можно отправлять прямо на прилавок в магазин. Продукция предприятия Берестейского пекаря тепло встречает во всех областях нашей страны, а также за рубежом. И несмотря на санкции, здесь продуктивно работает импортозамещение. Впрочем, эта тема уже для специального материала, который зрители Бук ТВ смогут посмотреть в субботу в 19.30 в программе «Итоги недели». Продолжение следует...